В области комплексного подхода к красоте, к образу жизни, который предлагает через сообщество амбициозных, веселых людей, предлагает бизнес возможности. А теперь я хочу вам представить настоящего профи своего дела, который поможет нам сделать шаг вперед в освоении онлайн-маркетинга и создать достойный имидж лидера «Арифлейн» в социальных сетях. Встречайте «Азма Москва-Сити», организатор молодежного движения «Арифлейн». И, кстати, в ее руках сейчас много новых, очень интересных проектов, о которых вы скоро тоже узнаете. Встречайте, Ольга Бинтер. Мы сейчас ей передаем слово. Вы сейчас ее увидите, услышите. Ольга, включай камеру. Мы тебя уже можем слышать. Так, секундочку. Да, уже слышим. Очень хорошо. Не видите тоже? Сейчас скажем. Нет, пока не видим. Так, сейчас я посмотрю, как это сделать. Значок камеры. Так, что-то у меня все пропало. Все камеры, значки почему-то. Так, сейчас еще раз. Сейчас, вот, все нашла. Теперь мне может быть... А, отлично. Мы тебя видим. Передаем слово. Спасибо большое за такое красивое вступление. Всем привет. Меня зовут Ольга Бинтер. На настоящий момент я АСМ Москва-Сити. Вот. И очень увлекаюсь онлайн-имиджем, который я хочу вам сегодня рассказать. Хочу заранее предупредить, что я выросла в Швеции и много-много лет не разговаривала по-русски. Вот. Поэтому у меня чуть-чуть странный будет язык. Может быть, будет чуть-чуть странный выбор слов. Вот. Надеюсь, что все все-таки меня поймут. Обычно не бывает проблем. Но если какие-то вопросы, если что-то вы не понимаете, пожалуйста, пишите. Я попытаюсь повторить. Вот. Надеюсь, что вам не помешает мой странный язык. Итак, давайте начнем с онлайн-имиджа. И вначале я хочу вам задать такой вопрос. Значит, есть одна профессия в мире, да, и в том числе в нашей стране, которая очень похожа на нашу с вами работу. Да. Это люди, которые тоже являются предпринимателями. Они тоже независимы, так же, как и вы. Они тоже построили свою собственную карьеру с нуля, да. Они, их карьера, как бы их работа заключается в том, что они вдохновляют других, да, и они показывают путь другим. И их бизнес, так же, как и наш, построен на рекомендациях, на личном общении. Итак, кто это может быть? Кто-то может догадать. Вот, кто-то уже здесь угадал. Блогеры вы пишете, да? Это совершенно верно. Блогеры – это часть ответа. На самом деле их сегодня называют влиятельные лица, да. Влиятельные лица – это именно могут быть те блогеры, это могут быть блогеры, да. Блогеры – это те же блогеры, только на YouTube, например. Это, может быть, любые, как бы, пространства в онлайн, в онлайн-пространстве, там, где подвигают себя вот эти люди. Как правило, они не были известны. Это не актеры, актрисы и известные писатели, да, которые потом пришли на онлайн и рассказывают о себе, и люди хотят за ними следить. Нет, это простые люди, которые по какой-то причине набрали очень большое количество подписчиков, значит, людей, которые хотят за ними следить. И, как правило, это следить за их стилю жизни. Итак, мы хотим сегодня от них научиться чего-то, правильно? Они чего-то умеют очень хорошо. Они умеют о себе рассказывать онлайн таким образом, что люди за ними хотят следить. Они, в свою очередь, на этом зарабатывают деньги. Итак, что такое вот этот человек, да, за которым другие хотят следить? Во-первых, это выбор некой какой-то платформы, значит, какого-то ресурса, там где-то человек будет себя продвигать. Это может быть и человек, это может быть тоже бренд, да, так же само работают бренды сегодня. Первое, что я хочу вам сказать, это именно имидж и стиль жизни, да, значит, это люди, блогеры, флогеры в Инстаграме, в любых, как бы, соцсетях, которые себя продвигают с точки зрения стиля жизни, да. Люди хотят за ними следить, потому что им нравится их стиль жизни, им нравится, что они там едят, чем они занимаются по вечерам, и где они и какую зарядку они делают, да. Потому что это доступно, и это по-настоящему, да. Вот как раньше, например, компании сотрудничали с знаменитыми людьми, да, например, там, Кока-Кола сотрудничала с, я не знаю, с Britney Spears, да, потому что если вот Britney Spears пьет Кока-Кола, наверное, все остальные тоже будут пить по Кока-Колу. Но мы не знаем, пьет она ли Кока-Кола или нет, непонятно. А здесь мы дашли до такого уровня маркетинга нашей вселенной, да, что мы хотим следить за настоящими людьми, изобретать не следить, потому что мы понимаем, что это как бы, это не настоящая фигура, да. Мы хотим следить за настоящими людьми, которые делают настоящие вещи. Итак, на картинке видят девушку, это очень знаменитый блог в Швеции. Ее зовут Кенза, у нее много миллионов подписчиков на ее блоге, на ее Инстаграме и так далее. И почему за ней следят? Потому что ее стиль жизни доступен, да. Каждый день я могу открыть свой телефон, утром, например, да, вот пока я буду делать себе завтрак, я смотрю, а что сегодня съела Кенза, да, и меня это вдохновляет, мне это как-то хочется смотреть дальше, что будет у меня есть в обеды, а что она сегодня делает, да, что она сегодня делает, какие книги она читает, какие программы она смотрит и так далее. Вот, значит, почему за ней следят? Потому что она делает то, что ей нравится, то, что она думает будет интересно другим. Она это красиво фотографирует, понятно, что не она все фотографирует, на данной картинке это профессиональный фотограф, да, и рассказывает о своем стиле жизни, какую-то бы это сказка. Понятно, что на данном фото она, наверное, сделала, может быть, тысячу попыток, да, чтобы получить только какую-то идеальную фото, да. Понятно, что она, наверное, не сидела и не работала там за компьютером, как выглядит на картинке, а именно это некая подделка, да. Понятно, что она была в этом месте, она, может быть, там, чего-то написала на компьютере, но очень много из вот этого, то, что вы видите, и блогеров, да, и известных всяких влиятельных людей, это тоже некая какая-то подхручка, да, какой-то, это не по-настоящему, но нужно это делать так, как будто бы это по-настоящему. Вот, что еще делают эти люди? Они, конечно же, делают красивые, качественные, яркие фото. Это очень важно, потому что сегодня в пространстве интернета очень-очень много информации, очень много различных картинок, фото, людей, и мы, люди, как бы, все время нас трогают какая-то информация, мы, как бы, вынуждены в нее выбирать, наши глаза уже устали смотреть и фокусироваться на все. Поэтому мы, естественным образом, фокусируемся только на то, что нам нравится, то, что нам красиво, на что приятно смотреть. Поэтому фото, которое более качественное, будет выделяться и быть в пользу этим людям. Вот, что еще важно вот в этом первом, как бы, смысле имиджа онлайн, да, это именно профессиональный какой-то стиль, значит, что-то, какая-то ниша, которая есть. Да, вот на данном примере девушки, она рассказывает про моду и здоровый образ жизни. Да, понятно, есть миллион и миллиардов таких девушек, которые рассказывают про моду и здоровый образ жизни, но у нее есть какая-то некая нища, у нее есть какой-то свой стиль, вот что-то, то, что ее делают особенной. Вот, и чтобы развиваться в этой сфере, чтобы быть таким влиятельным лицом в соцсетях и в онлайн-пространстве, нужно, конечно же, следить за другими, следить за тем, что происходит. У других блогеров известно, что сейчас в тренде, да, и постоянно вдохновляться новыми идеями. То, что первое, что вы должны сделать, если вы хотите себя продвигать онлайн, это подписаться на таких людей, на таких ресурсах, которые вас будут вдохновлять. Вот, значит, вторая часть такого распространения своего имиджа онлайн, да, это может быть через какую-то, какая-то тема, да, значит, это может быть какая-то платформа, может быть, это один человек, может быть, это бренд, который создал свою платформу, свой ресурс онлайн, да, это может быть в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, отдельный блог, отдельный сайт, любое место в онлайн-пространстве, которое построено на какой-то теме. Это может быть, например, здоровый, значит, тема здорового образа жизни, да, это может быть видео и фото, инструктажи по тренировке, это может быть рецепт здорового, здорового пишущего, да, это может быть, вот как мы здесь видим на картинке Елена Квегина, которую, наверное, вы все знаете, да, на самом деле она совмещение, она начинала из платформы какого-то сообщества, какого-то интереса, да, который является именно макияж, да, и декоративная косметика. И на основе этого она уже построена в свой личный бренд, своего как бы личного стиля жизни. Вот, это может быть любой интерес, это может быть, например, маркетинг, онлайн-маркетинг, да, есть полно блогов в пространстве интернета, которые пишут о вишке в онлайн-маркетинге, например, да, таким образом мы тоже можем собрать людей и уже с ними работать дальше. Вот, что нужно делать здесь, именно в сфере как бы интересов, да, если мы хотим раскрутить свой онлайн-имидж через интерес какой-то, да, значит, нужно рассказывать что-то новое, что-то интересное, вдохновлять, да, и быть примером. Вот, опять же, качественные фото и тексты очень важно и здесь, конечно, и постоянно вслушать свою аудиторию, понимать, что им, что им нравится. Вот они как отреагировали на этот пост, да, и сколько у них лайков завелось, какие у них комментарии позитивные, непозитивные спрашивают, может быть, что-то они хотят дополнительное знать. Значит, постоянно учиться на своих читателей и посетителей и подстраиваться под их. Вот, значит, объяснила, да, значит, две формы, как сказать, платформы, да, значит, это либо личность и жизнь, да, либо это какой-то интерес. Еще лучше, если мы можем совместить эти две вещи. Значит, что мы должны сделать, чтобы построить свой онлайн-имидж? Мы должны построить свою стратегию. Так же само, как вы строите стратегию для вашего бизнеса в Арифлейн, да, так же само нужно здесь построить стратегию. Все не просто так. Значит, один, что нужно сделать в первую очередь? Значит, мы должны найти свою нишу, да, как я уже говорила, это может быть по интересу, это может быть что-то, может быть, у вас есть в вашей личности, то, что вы думаете потянет других людей, да. Вы должны спросить себя вот эти вопросы, которые написаны на слайде. Может быть, вы что-то особо хорошо знаете, может быть, люди вас часто спрашивают по поводу какой-то темы, да, может быть, вас особо чего-то вдохновляет, вам будет как бы приятно и комфортно об этом писать, потому что вас это интересует, и вы будете больше и больше об этом узнавать, да, может быть, вы, у вас есть какая-то ролевая модель, которая вас вдохновляет, вот почему она вас вдохновляет, может быть, вы можете что-то найти там, да, значит, вот эти вопросы вам помогут найти вашу нишу, через которую вы будете подвигать свой имидж онлайн. Опять же, отличное сочетание именно для нас, нашего бизнеса, например, да, красота, как образ жизни, может быть здоровый образ жизни, это может быть уход за натуральностью, да, как бы кожа изнутри и снаружи, и бизнес, да. Вот это идеальный, я считаю, фокус для своего ресурса, для своего имидж онлайн, если вы хотите, как бы, какую-нибудь стандартную форму для нашего бизнеса. Итак, какая цель своего имиджа, значит, зачем вообще это мы все делаем, зачем мы об этом разговариваем, да, значит, мы как лидеры, мы примерно как компания, мы своя компания, мы предприниматели, правильно? Соответственно, любое предпринимательство, любая организация, которая что-нибудь предлагает, либо это услуги, либо это продукты, у них есть свой личный бренд, да, и цель имиджа онлайн, это именно продвижение своего личного бренда, да, будь ли это компания, или же личный человек. И что мы хотим создать с этим брендом, что мы хотим создать с этим имиджем? Мы хотим, чтобы люди использовали нас или нашу компанию, как ролевая модель. Значит, наша с вами задача, если мы делаем свой имидж на себе, как бы на своей личности, это стать ролевой моделью для тех, кто за вами будет следить. Итак, зачем мы это делаем, опять же, да, значит, вы знаете, что традиционный MLM бизнес, да, мы должны выйти в сфере, у нас есть дресс-код, мы должны себя вести, как уверенные люди, как лидеры, да, чтобы за нами, соответственно, нашли люди и видели, что это человек, по которому нужно идти, у него есть какая-то харизма, у него есть что-то, то, что она знает, да. То же самое здесь. Мы должны во всех онлайн-пространствах показывать, что мы ролевая модель. И таким образом у нас будут подписываться люди, это будут наши подписчики, да, или посетители, смотрят, какой у нас ресурс. И в чем же здесь прелесть? Эти все посетители, эти все подписчики, они являются нашими потенциальными рекордами. Почему? Вот если смотреть, опять же, на традиционный бизнес, мы начинаем всегда с теплых контактов, правильно, когда мы делаем проспекты, когда мы начинаем рифлэм, мы делаем список имен знакомых, правильно? Почему? Потому что это у нас уже теплые контакты. Мы, у нас есть какое-то соприкосновение с этим человеком, да. Будь ли это кто-то в анаглазниках, может быть, человек, с которым мы говорили 15 лет, да, будь ли это наш, там, я не знаю, твой родный брат. Но у нас есть какой-то уже connection, какой-то как-то мы уже, как сказать, прикреплены друг к другу. То же самое здесь. Только здесь мы их не знаем, да, как бы они нас за нами следят, они нам и вдохновляются, и они уже до нас горячие контакты, хоть мы их даже и не знаем. Об этом и вся прелесть. Потому что, когда эти подписчики, читатели, становятся лояльными, то есть они уже подписались и за вами следят, они постоянно идут по своей ленте, в Инстаграме, или в Фитбуке, или в ВКонтакте, или где вы там хотите себе продвигать. И чем они лояльны, чем больше вы вдохновляете, чем больше они хотят стать, как вы. и работать с вами. Соответственно, так и происходит рекрутирование в теории. Вот. Идем дальше. Значит, просто как пример. Я не знаю, может быть, это настоящий человек в Инстаграме, который мне написал на мой личный Инстаграм, в личном, да, что-нибудь вроде развивая свой бизнес онлайн, без вложений, так далее, так далее, посетите мой сайт, посмотрите, да, как бы я ничего не хочу микро сейчас обидеть, может быть, этот человек среди вас, да, ну, просто как пример я хотела показать, как может выглядеть очень много разных страниц в Инстаграме наших онлайн-лидеров, да. Мы видим, значит, какое-то имя, мы видим, что это работа онлайн сразу же, да, мы видим, что есть какой-то сайт, на который мы можем зайти, посмотреть, что это такое. Вот, но самое то, что я хотела вас обратить ваше внимание, это именно те фото, которые здесь выложены, да, значит, что-то написано про работы в Интернете, вложения, это реально, без вложений, это реально, да, написано. Какие-то здесь камни и стабильно зарабатывать в Интернете написано, еще что-то, но как-то вот понятно, что, почему я должна ходить, идти за вот этим человеком, я не знаю, да, просто как пример. Есть у нас тоже в Арифлейме вот такая девушка, да, которая тоже работает через онлайн бизнес, да, она тоже приглашает на онлайн бизнес через свой ресурс, но мы видим, что здесь что-то вот другое, здесь настоящий человек, здесь она вот в Дубае отдыхает, здесь она вот пользовалась нашей мазь против солнца, SPF-фактор, вот мы видим, что что-то здесь вкусно, что-то здесь интересно, вот она живет такой роскошной жизнью, что-то вот здесь, здесь что-то реально есть, да, просто как пример. Итак, значит, три нашей стратегии подвижения себя онлайн, да, это выбрать свой ресурс, значит, свою платформу, где мы хотим продвигать свой онлайн имидж. я здесь нарисовала несколько, есть, конечно, еще тысячу разных платформ в мире онлайн, да, которые можно использовать, вот, но я их нарисовала вам, чтобы показать такая разница, что у всех платформах есть свои плюсы, свои минусы, да, и вам нужно подобрать такую платформу, которая вам подходит во-первых, по времени, потому что все-таки мы же не блогеры, мы же не будем на 100% работать с нашими блогами и инстаграмами. Значит, нам нужно выбрать какую-то платформу, которая нам подойдет и по времени, и по навыкам. Знаю, что у всех разные навыки, поэтому выбирайте, конечно, по вашей ситуации. Показываю первый, значит, столбик, первый, это я здесь символически выбрала WordPress, это будет символ блока, да, значит, есть различные блок-платформы, они некоторые очень сложные, некоторые полегче, в некоторых есть много чего можно сделать разного, некоторые очень простые, просто страница с текстом, с картинками. Здесь, если мы хотим серьезно работать с блогом, это занимает довольно-таки много времени, на самом деле, потому что настоящий блогер выкладывает примерно один пост в день, да, и с картинками, там не ожидается несколько картинок, и какой-то продуманный, интересный текст. Соответственно, если мы развиваем свой бизнес еще в iFlame, наверное, у нас будет ограниченное время на такие качественные блок-посты, да, вот, но тем не менее, это очень эффективный ресурс, очень эффективная платформа, конечно, на ней тоже можно развиваться, например, сделать такой лендинг-рич, это означает одна страница, которая не меняется, на которой какая-то какая-то информация, да, на которой, например, вот через ваш инстаграм можете написать ссылочки, чтобы люди увидели подробнее о вас и о вашем бизнесе, вот, но она как бы не продвигает сам имидж, именно такая страница, которая не меняется, вот, второй ресурс это YouTube, YouTube, это на самом деле наше будущее, если смотреть на все исследования, которые делаются по тренде, которые сейчас происходят в мире, видео, это то, что будет супер-супер важно и да, а мне слышно, почему-то здесь вы пишете, все слышат меня, все, хорошо, спасибо, кто-то пишет, что не слышно, вот, продолжайте, видео, супер-важная, важная функция, если, например, мы сейчас подумаем, как переделали Facebook, да, если раньше мы открывали, указано на телефоне, открываем, открывали свой Facebook, да, и здесь было много текста, потому что раньше все писали тексты, может быть, какое-нибудь фото, да, и мы листали, 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 смотрели, да, пока как бы глаза не отваливались, можно сказать, да, но я как бы никогда не читаю тексты, гиды, потому что для меня как бы не столько информации каждый день, что мне уже надоело как бы выбирать, что мне будет интересно, вот, так что теперь делали с видео, если мы листаем, здесь вот сейчас на данном примере нет, но когда появляется это видео на экране, в фейсбуке, на телефоне, оно автоматически начинается, да, мы люди, такой зверь, который строит так, что мы реагируем на движение, если что-то движется, мы сразу смотрим, хоть даже нам это не интересно, может, даже мы не хотели смотреть, потому что там показывается, но я буду смотреть это видео, любое видео, которое я буду показывать, поэтому видео сейчас все больше и больше будет еще важнее, так что желаю вам, может быть, на YouTube, если вы не хотите на YouTube развивать свой канал, да, но по крайней мере снимать событие это будет очень хорошо по будущим, вот, есть такая платформа называется Snapchat, в России, она, по-моему, не очень большая, эта платформа, но тем не менее она тоже считается очень прогрессивной и еще больше как бы внимания уделяется на Западе. Здесь навыков особо много не нужно, но нужно довольно много времени, да, потому что это, можно сказать, такие истории в своей жизни короткие, да, это может быть видео, фото, записи, да, которые сохраняются только 24 часа. И в этом, конечно, есть и плюсы, минусы в том, что это, это чувство реальности, это чувство, что я, если подписан на человека в Snapchat, вижу, что вот сегодня, вот он реально сейчас съел этот завтрак, вот он реально здесь, какая-то несохраненная какая-то картинка там, которая была сделана на полгода назад, которая, которая сделана сейчас, и вот реально в это время для человека есть этот завтрак, да, но через 24 часа это пропадает, что означает, что для нас, как, как сказать, приятели, да, нам нужно будет постоянно что-то выкладывать хорошего качества и интересного. Вот, потом у нас есть следующая платформа, это Facebook, Contact и одноклассники, они примерно все одинаковые по, как бы, навыкам и времени, да, они очень хорошо для нашего бизнеса, потому что там, ну, это очень хорошее сочетание, да, времени и качества того, что мы выкладываем, и то, что ожидается от нас. Ну, и Instagram. Instagram, я считаю, самый хороший для нас ресурс вместе с видео, да, потому что навык, нужно очень мало навыков, да, и не требует очень много времени, потому что тексты мы большие не пишем, сегодня онлайн-пространство переходит все больше, больше на картинки, видео, тексты уже, как бы, чуть-чуть пристахели у нас, вот, так что, если бы я рекомендовала вам, какие платформы использовать для вашего интернета онлайн, для продвижения вашего бренда, да, это Instagram, в первую очередь, это ВКонтакты и Facebook, смотря, что у вас популярны, там, где вы живете, с тем, с которым общаетесь, и YouTube. Конечно, оптимально иметь все эти каналы, если мы серьезно хотим продвигать наш интернета онлайн, и во всех каналах можно транслировать, как бы, ну, соединять, например, в Instagram написать, что вот это мой канал на YouTube или на Facebook и в обратную сторону. Вот, что дальше, значит, мы выбрали свой канал, да, потому что это мы на третьем шаге в нашей сайте, четвертый шаг, да, это мы должны четко понять, что мы будем теперь делать, да, сейчас я на картинке выбрала пример блогера, настоящего, который на постоянной основе работает со своим блогом. Соответственно, мы не будем так сильно, так много времени тратить на наш ресурс, потому что у нас есть другая цель нашей деятельности, вот, но тем не менее, я хочу вам показать, чтобы вы поняли, что есть четкий план, что не все просто так, да, как я рассказала об этой девушке вначале, которая сидела около, за компьютером в красивом кафе, да, и якобы там понимала, как бы это не, наверное, так и не было, наверное, заняло примерно 40 минут, чтобы сделать это вот красивое одно фото, да, и может быть, она сделала его не в тот день, когда она его выложила на свой блог или в свой инстаграм, может быть, это было сделано полугода назад, и у нее в папке запасные картинки показалось, это именно фото, да, вот, значит, что я хотела показать этой картинкой, что человек, который занимается своим онлайн-имиджем стратегически, да, у него есть какое-то четкое понимание каждого поста, который он выкладывает, во-первых, есть четкое списание постов, когда они будут происходить, например, в данном примере, да, в понедельник, среда, пятница, суббот, в воскресенье, вот, есть определенное время, этот человек даже знает, когда самое оптимальное для меня время суток для моего поста, может быть, я даже делаю два поста в день, какие у меня оптимальные как бы будут время для этого. Также это человек, который выбрал свою нишу, на данном примере он занимается бизнесом, мы видим, он и она является предпринимателем, здесь большой фокус на именно бизнес и предпринимательство, ну, и здоровый образ жизни, чтобы как бы поддержать это все и сбалансировать свое предпринимательство. Вот, значит, что мы видим, что этот человек готовит свои посты заранее, он не делает сейчас, вот, я проснулся, я задумывался, если перепишу про бизнес-встречи, как я их провожу, да, нет, это все было задумано, это все написано заранее, фотосессии тоже сделаны заранее, чтобы дополнить этот пост, да, просто вот, чтобы вы понимали, что, что все то, что сделано, в, извините, что тут у меня так страшные слуги, все то, что сделано в соцсетях профессиональными людьми, это все спланировано, да, соответственно, вы тоже должны понять, когда вы выбрали свою нишу, какие будут мои пять ключевых, как сказать, субкатегории, какие будут мои разные, как бы, темы под темами, которые я буду все время, как бы, обрабатывать, обрабатывать, да, чтобы была моя ниша, как бы, как раз, ну, была видна и понятна. Вот, пять, самое важное, на самом деле, на сегодняшний день, это разведение своих навыков профессионализма, да, значит, почему, потому что визуальная часть вашего ресурса, это первое, то, что видит человек, который вас встречает, будь ли это в инстаграме, будь ли это в фейсбуке или в блоге, или где угодно, да, даже офлайн, да, то, что человек видит, это первое его впечатление о вас и о вашем бренде, это говорит намного больше, чем тысячу слов, если вы говорите в официальном. Значит, во-первых, я опять же как-то сказала, что видео и фото, это намного сегодня больше и важнее, да, чем тексты сегодня в онлайн, на чего люди обращают особое внимание. Значит, когда мы говорим про фото и видео, очень важно, чтобы было хорошее, высокое качество. Не обязательно покупать профессиональную камеру, можно это сделать со своим телефоном, смартфоном, да, но учтите, что яркие, светлые фото сейчас больше всего пользуют популярностью. Да, если вы делаете фото со своей, либо профессиональной камерой, либо со своим телефоном, используйте всегда дневной свет. Дневной свет вам даст самое лучшее, самое приятное сочетание для глазов. Мы хотим, чтобы глаза наших посетителей были в хорошем настроении, да, мы хотим, чтобы им было красиво и приятно. Вот, значит, светлые, яркие фото в дневном, дневном свете. Что еще? Сейчас тоже модно большие объемы, не маленькие такие вот фоточки, которые, понятно, на Инстаграме больше сделать нельзя, но если у вас другой ресурс, например, в Фейсбук или блог, то большие объемы сейчас самые популярные. многое сейчас делается исследование вот в этой сфере, да, вот что вот людям нравится, потому что все сейчас бренды, все, весь маркетинг, сфера маркетинга сейчас, конечно, пытаются понять, как себя проявить онлайн, да, потому что там сейчас все сидят. И исследование показывает, что людям больше всего нравятся круглые какие-то формы, фотографии, да, это могут быть глаза, это могут быть губы, да, это может быть что-то на фоне круглое, но вот что-то мягкие формы нравятся людям, да, так что вот тоже имейте в виду, когда вы делаете фото, что мягкие формы больше всего нравятся. По цветовой гамме самое популярное сочетание, которое получает наиболее количество лайков в соцсетях, это голубое и белое. Да, может быть, это потому, что нам людям нравится, я не знаю, небо и море, например, да, вот это вот нас впечатляет, нам это нравится, нашим глазам очень хочется смотреть на сочетание голубого и белого. Вот, и глаза, я уже сказала, да, что-то круглые, люди ищут, вот как я сказал, что мы смотрим, реагируем на движение, мы также реагируем на глаза, да, так что если у нас есть глаза красивые, пожалуйста, используйте их. Вот, текст, конечно, текст не исчезает, мы все-таки будем его использовать, но очень важно понимать, что текст это тоже будет ваш имидж, да, как вы его пишете, будет тоже говорить чуть о вас и о вашем бренде. Значит, текст, если вы его будете писать, нужно делать продуманный, да, он должен быть оригинальный, без 10 тысяч восклицательных знаков, без различных смайликов, которые там не должны быть, да, и лучше написать меньшее количество текста, качественно, чем много какого-то непонятного, неинтересного, да, опять же, мы больше и больше идем к картинкам, потому что людям надоело читать тексты, мы как бы не родились читать тексты, это что придуманное, поэтому фото и видео это более для нас естественно. Я здесь перечислила несколько примеров, ниже, на слайде слева, это несколько ресурсов, просто, которые я нашла в интернете, которые не очень принимают вот эти вот примеры, которые я сказала выше на слайде, да, а справа несколько сайтов, которые, считаю, принимают эти примеры, и на которые вы можете подписаться, например, и следить, как они, как они это делают. Вот, сейчас я не буду показывать, потому что это будет очень долго, но запишите. Итак, шесть, да, значит, у нас есть наша ниша, у нас есть выбор платформы, мы ее заполнили красивыми, вкусными, круглыми, голубо-белыми картинками, да, написали вкусные какие-то тексты, короткие, вот, и начинаем уже получать какую-то аудиторию, да, значит, как мы можем поддержать активность с нашей аудиторией. Я попозже расскажу, как ее привлечь, вначале, но сейчас я хочу рассказать, как развлекать свою аудиторию, потому что все-таки мы хотим настоящих людей, мы не хотим подписчиков, роботов, каких-то маникюрованных студий и так далее, да, мы хотим настоящих людей, которые заинтересованы вашей теме, и которые хотят дальше, хотят еще смотреть и слушать. Значит, здесь я взяла пример Ирины Крегины, которая очень известная блогер, да, в сфере декоративной косметикой и макияж. Вот, я выбрала несколько примеров из ее инстаграма, да, значит, мы видим здесь, что одна картинка слева, там, где она сама на балконе, там где-то 26 тысяч лайков, да, рядом с этой фотографией фото с какого-то позиума, какой-то показ, где не она сама, но какие-то вот девушки на позе, там 11 тысяч лайков. смотрим ниже, слева в углу мы видим, что какие-то химические, химическое какое-то какое-то средство, да, в бутылочках 7 тысяч лайков и последнее фото, она сама в самолете, да, селфи 23 тысячи. Что можно на этом научиться, что вот может Елена Крегина понять от такой картины, да, значит, она видит, что очевидно ее аудитория любит, когда она выкладывает фото там, где она сама, да, потому что фото там, где она на балконе, там, где она в самолете, там, где ее образ, да, люди ставят много больше лайков. Соответственно, она постепенно будет выкладывать больше и больше фото там, где она сама, да, но это, конечно, не факт, что она только будет выкладывать салфы, потому что это тоже неинтересно, нужно все-таки разбавить свой ресурс различными другими вещами, а то это будет как-то неинтересно, но тем не менее она будет понимать, что если я хочу продвинуть, например, какой-то продукт, например, она сотрудничает с Арифлеймом, она покажет нашу, например, тушь 5 в 1, не просто на столе с чашкой кофе, она, наверное, покажет вот так вот, потому что таким образом она получит наиболее количество лайков, и наша тушь получит наиболее большое количество людей, которые его увидели, отреагировали, подумали, о, вот она пользуется этой тушью, значит, наверное, мне тоже нужно. Значит, мы учимся от нашей аудитории. Семь. Самое интересное, наверное, и важное в данном тренинге, вебинаре, значит, это то, что, как мы можем создать маркетинг нашего ресурса. Значит, опять же, мы создали ресурс, выбрали нашу нишу, нашу тему, мы наполнили ее контентом красивым всяким, да, мы сделали его интересным для людей, чтобы за ним следить, да, и мы должны теперь только это рассказать людям. Никто же себя не знает, что у нас, что у нас теперь есть такой ресурс. Значит, если мы подумаем, как это было раньше, да, когда вот традиционный маркетинг, когда вдруг кто-то создал компанию, скажем, эта компания делает чулки, да, и чтобы люди знали, что вот на компании мы теперь делаем чулки, нужно их покупать, и создавали, например, рекламу, или либо по телевизору, либо в газетах, или в журналах, да, чтобы люди знали, что вот, здравствуйте, мы компания, которая делает чулки, пожалуйста, идите их покупать, они очень хорошие, да. То же самое здесь, только в чуть другой форме, да, значит, вы создали ваш ресурс, у вас есть что-то интересное, то, что вы можете рассказать людям, да, и вы должны им как-то донести. Значит, первое, что мы должны сделать, конечно же, использовать наши существующие каналы, это может быть Facebook, ВКонтакте, Instagram, любые, где у вас уже есть подписчики, может быть, это друзья, может быть, это одноклассники, может быть, это еще где-то в каком-то другом формате. Значит, с кем вы уже знакомы, вы должны им рассказать, что вот, я создала такой ресурс, там я буду делиться, например, рекомендациями и различными, различные информации по здоровому образу жизни, например, и бизнесу, да, пожалуйста, подписывайтесь, и рассказывайте другим, кто заинтересован в данной теме. Да, это как бы само собой, что это первое, что мы делаем. Второе, что мы делаем, это, конечно же, хэштеги, да, надеюсь, что все знают, что такое хэштеги, не буду задавать вопрос, но быстренько объясню для, если вдруг кто-то не знает. Значит, это решетка, вот как мы видим здесь на слайде под вторым пунктом, да, это решетка и какое-то слово. Это может быть по-русски, это может быть по-английски. Значит, мы используем хэштеги, чтобы нашли, чтобы нас нашли люди, которые нас не знают, но которые ищут чего-то на данную тему, да. Поэтому, если мы выкладываем флота и у нас, или любой пост, да, и в теме, например, здоровый образ жизни, обязательно поставим хэштег здоровый образ жизни, wellness, healthy life, все то, что связано с именно этим хэштегом, то есть с этой темой. Вот, если мы пишем хэштег, как красиво, или я люблю свою работу, конечно, можно, никто вас не запрещает, но, скорее всего, никто не будет искать хэштег, я люблю свою работу, потому что там столько всего разного, непонятного, это не очень, как сказать, умный хэштег, если мы хотим распространить нашу бренду. Третье, что нужно делать про маркетинг своего ресурса, значит, смотря на тот ресурс, который вы выбрали, нужно понять, как он работает с точки зрения распространения своего бренда, да. Например, если это Facebook, то Facebook построен на дружбе, можно сказать, да, чтобы добавить от кого-то друзья, обычно требуется, что человек, как бы, вас уже знает, где-то встретились, может, у вас какие-то знакомые есть общие, да, либо можно построить свою страницу в Facebook, тогда уже, как бы, не требуется вот это вот знакомство. То же самое в Instagram, там тоже не требуется знакомство. Значит, изучите, где вы распространяете свой бренд и как это работает там, что-то вылечить по-другому. Вот, сейчас я вам расскажу одно глобальное правило, которое работает везде, в принципе. Значит, раз, мы должны определить свою целевую аудиторию, да, значит, может быть, вы, ваш ресурс, у вас здоровый образ жизни и бизнес, и вы еще мама, и вы работаете онлайн и с домом, например, да. Значит, мы будем рассказывать о этой жизни, вот как мы успешно, и какая мы веселая, потому что мы дома с ребенком, например, у вас цветущий бизнес, да, и вы еще ведете здоровый образ жизни, вы выглядите прекрасно. Значит, вы должны найти свою целевую аудиторию, которой будет это интересно. Значит, это, скорее всего, какие-то мамы, да, которые, может быть, тоже хотят быть дома с детьми, которые тоже, может быть, хотят зарабатывать собственным бизнесом через онлайн. Значит, мы должны понять, где находятся эти мамы. Может быть, мы сами будем искать в хэштегу «мама», да, может быть, это будет «премель», что-то такое, да, как бы вот таким образом мы ищем свою целевую аудиторию. Вот. Что мы делаем потом? Мы нашли, например, одного человека из этой целевой аудитории, да, подписались на него, будет ли это «Истаграм», «Фейсбук», «ВКонтакт» или еще где-нибудь либо, да, значит, подписались на этого человека и затем заходим на подписчиков этого человека, да, значит, это те люди, которые следят за этим данным человеком. Это должен тоже быть неизвестный какой-то человек, а просто какой-нибудь простой человек, который потенциально смог бы быть вашим рекрутом. Значит, вы заходите на его подписчиков и подписывайтесь на них. Почему? Потому что эти люди, скорее всего, либо знают этого человека, да, потому что это как бы, это же не бизнес, это просто человек, у него, может быть, там, я не знаю, 200 подписчиков, да, например, в «Инстаграме». Они, скорее всего, этого человека знают. У них, скорее всего, есть какие-то общие интересы. Может быть, это тоже «мама», может быть, это что-то похожее, да, как бы у них есть какое-то что-то похожее. Значит, мы подписываемся на его подписчиков. Что происходит, когда мы на кого-то подписываемся, кого мы не знаем. Вот подумайте сами, если вы подпишитесь на какого-то человека, то есть на вас подписался какой-то человек, когда у вас, значит, пришло сообщение, что вот на вас подписался какой-то там, не знаю, Владимир Александрович. Вот, вы, конечно же, смотрите, что это за Владимир Александрович. Во-первых, знаю ли я его. Заходите на его профиль в той соцсети, где он вас добавил. И смотрите, знаю ли я этого человека. Понимаете, что, наверное, вы его не знаете. Но если у него профиль привлекательный, интересный, красивый, и там какая-то тема, которая вас заинтересует, вы, скорее всего, тоже на него подпишитесь, правильно? Вот, и так же и работают все вот эти соцсети. И, значит, взаимная подписка идет, если у вас есть контент, который заинтересует человека, на которого вы подписались. Вот, последнее правило вот в этом глобальном правиле, это то, что нужно иметь меньшее количество подписанных, чем подписчиков. Почему? Потому что, когда мы заходим на ресурсы, это тоже смотря где мы это делаем. На данный пример я использую Инстаграм, да, там, где видно сразу же количество подписчиков и подписанных. Если мы видим, что у человека намного больше подписанных людей, на которые этот человек подписан, это говорит о том, что, ну, наверное, он не очень интересный, как бы он за всем не следит, а никто за ним не следит. А если ситуация наоборот, что у человека больше подписчиков, и если это еще больше тысяч, например, или две тысячи, то это говорит о том, что что-то этот человек уже интересное рассказывает, что на него уже подписались, что вот люди, есть люди, которым интересен этот человек. Вот, поэтому, как бы, вот это нужно соблюдать баланс. Чем больше у нас подписчиков, тем легче у нас будет идти вот это распространение нашего бренда. И мы помним, что наши подписчики – это наши теплые контакты, правильно? И даже если человек, который хочет сразу зарекретироваться, или которого вы хотите, которым вы обращаетесь, например, через сообщение, да, он зайдет, посмотрит на ваш ресурс, до того, как он ответит на ваш запрос или ваше предложение, и посмотрит, что это за человек. Если у человека 150 подписчиков, какие-то непонятные фотографии про бизнес и восписательные знаки, скорее всего, он не понравится. А если у вас много подписчиков, и при этом всем у вас интересная страница, которая заманивает и создает какой-то интерес, тогда у вас намного больше шансов, что вам ответят в позитивную сторону. Вот, пятое правило – это комментировать и лайкать фото других, фото тех, кто на вас подписан, потому что они ожидают какое-то движение, какую-то реальность, что вы настоящий человек, который тоже взаимодействует не только в одну сторону. Итак, хочу вам сегодня рассказать, я уже затронула эту тему с Инстаграмом, она сказала уже, что я считаю, что Инстаграм очень хороший ресурс для именно продвижения имиджа онлайн в нашем бизнесе, потому что у нас все-таки есть другой основной бизнес, который мы ведем. И нам важно, чтобы ресурс сыграл не очень много времени, но в то же время был эффективным. Вот, значит, я хочу вам рассказать про девять запросы Инстаграма. Значит, раз, как мы уже только что изучили, мы пишем нашу стратегию для Инстаграма, по тем же пунктам, которые мы только что рассматривали. Мы ищем нишу и так далее, о чем мы будем писать, мы сделали схему, когда мы будем выкладывать и так далее фото, да, вот, и мы должны найти свой личный стиль фотографии. Значит, мы сказали, что фото светлые, яркие, хорошее качество, не дома, когда темно, с ковромом на стене, да, а именно самое лучшее на улице, с голубым небом, и с чем-нибудь белым, да, если мы смотрим, и с глазами, если мы смотрим на регуляции, которые показывают исследование. Вот. Ну, личный стиль фотографии, это тоже очень хорошо, если мы позвоним на картинке справа, да, девушка-блокер из Швеции тоже, она именно мама, она продвигает здоровый образ жизни, вот, и выкладывает фото на эту тему, да, мы видим, что очевидно, это о чем она пишет и рассказывает в своем Инстаграме. Вот, мы видим, что фото очень хорошо сочетаются, у них есть какой-то определенный тон, который очень подходит друг к другу, да. Вот это тоже нравится нашим глазам смотреть, потому что, когда мы открываем человек, вот, вы сказали, как я говорила, что подписались на кого-то, да, в вашей телевой аудитории, этот человек зашел на ваш профиль, посмотрел на вас, и у него вот это картинки, то, что первое, что он видит, он видит ваше имя, он видит текст, который, вот эти две строчки, которые можно увидеть, да, он видит ваше количество подписчиков, количество подписанных, он видит количество фото, да, и видит 9 картинок каких-то. Значит, у него вот это вот первое впечатление должно создать, то есть он должен понять, о чем вы вообще здесь хотите рассказать, да. Значит, светлые фото, мы сказали, опять же, приятнее смотреть, нашим глазам это нравится. Последние 9 фотографий, вот как мы видим, это те фотографии, которые мы увидим, когда мы зайдем на человека первый раз, они должны четко описать вашу нишу, да, вот мы видим здесь, что вот эта девушка, это здоровая жизнь, потому что мы видим различные блюда, которые она приготовила, мы видим ее ребенка, мы видим, что она занимается йогой, да, и понимаем, о чем вот это вот этот ресурс. Если мне интересно, я на него подпишусь. Вот. Смешивайте фото, да, я уже говорила, вот как Елена Кридина, если она бы только училась на своих лайков, она бы выкладывала, наверное, только селфи. Но это тоже неправильно, это тоже неинтересно людям. Значит, нужно смешивать себя, продукцию, поездку, что-то еще, не знаю, там, просто общение с кем-то, может быть, это бизнес-встречи, как бы вот разные фото, которые описывают вашу жизнь с разных сторон. Вот. По количеству фотографий, которые нужно выкладывать, да, если мы хотим реально работать с Инстаграмом, по-настоящему, я считаю, как минимум, одну фотографию за два дня. Да, почему? Потому что очень много сейчас есть ресурсов в Инстаграме, онлайн-щики, да, которые рекомендутируют через Инстаграм, пишут в Директ, когда я захожу на их ресурс, на их профиль, я вижу, что там может быть пять фотографий каких-то таких непонятных. Мне, как бы, видно, что это не настоящий человек, это какой-то робот, который просто мне автоматически высылает какой-то спэм. Мне это неинтересно. Если я вижу, что у человека, там, как минимум, 150 фотографий, я понимаю, что это настоящий человек, который реально что-то еще делает, у него есть какая-то личность. Вот. А по поводу максимального количества фотографий, которые выкладывают за день, я считаю, три, да, потому что мы не хотим как раз дражать наших подписчиков, мы хотим, чтобы они хотели за нами сидеть, мы хотим, чтобы они ждали наши фотографии, мы хотим, чтобы они смотрели каждый день, даже заходили на нас, да, каждый день, и смотрели, и появилась там новая фотография, которую я, может быть, пропустила утром, когда я не смотрела в своем телефоне. Да, мы хотим, чтобы был какой-то пафос. Вот. Поэтому, максимум три в день, ну, тогда, как бы это должно быть три очень хорошие, я считаю, в день, а так одну, максимум две. Вот. Что еще можно сказать по временам выкладывания фото? Это тоже нужно будет научиться, когда вы будете начать это делать. Например, для меня, для моего личного инстаграма, я научилась, что если я выкладываю фото в восемь часов вечера, или в девять, я получаю самое большое количество лайков. Очевидно, моя целевая аудитория находится в инстаграме в это время и видит мое фото. Если я выкладываю фото в час дня, никто, как бы, особо и не реагирует. Как бы, ну, какое-то количество набирается, но не оптимально. Так что, вы тоже должны найти свое оптимальное время и ориентироваться на него. Общение, да, опять же, это соцсеть. Соцсеть – это именно то, что мы хотим общаться, да. Значит, если человек вам написал комментарий под какую-то фотографию, отвечайте сразу же, так быстро, как вы можете, потому что это дает человеку понять, что вы настоящий человек, что вы не выложили просто так какую-то фото, как робот, а что есть какое-то вот что-то настоящее, да. То же самое, если у вас будет время, заходите на своих подписчиков, ставите лайки на их фото, комментируйте, потому что это тоже создает образ реального человека, реального стиля жизни. Вот. И тоже очень важный момент, я считаю, если мы работаем по-серьезному с соцсетьми, это использование различных приложений для Инстаграма, для раскрутки Инстаграма. Значит, здесь я хочу делать очень важное разделение, что есть роботы, которые, там где можно купить подписчиков, там где можно купить лайки, комментарии и так далее. Это я не рекомендую, потому что это как бы не настоящий горячий теплый рынок для вас. Вот. Мы хотим настоящих людей. Есть приложение, которое, я сейчас не буду вам давать примеры, нужно будет самим зайти на Google или на Яндекс и поискать, который естественным образом вам поможет раскрутить ваш Инстаграм, да, за какую-то небольшую стоимость вы его настраиваете, это приложение, на, например, чтобы он подписывался автоматически на людей, которых, значит, тех людей, которые вы там, например, написали. Вот. Это много, опять же, в нашей целевой аудитории. Также можно встроить, чтобы он ставил лайки, также можно встроить, чтобы он ставил комментарии какие-то вами, которые вы выбрали до этого. И таким образом, пока вы спите, этот автомат работает и от вас делает работу, можно сказать. Соответственно, у вас будет взаимная подписка, это же настоящие люди, если им нравится ваш ресурс, конечно. Вот. И таким образом, можно развивать свой Инстаграм. Вот. У меня есть свой Инстаграм, который я специально веду для как бы вас. И для вот я, чтобы свою практику, то есть свои знания привести в практику, создала себе Инстаграм. Меня зовут там Ольга Рингвист, можно зайти посмотреть. Там, где я именно веду такой вот, так сказать, стиль жизни, да. У меня, значит, тема стиль жизни с Али Флейм, с бизнесом и со здоровым образом жизни. Вот. Так что, если хотите, можете подписаться как обыкновение и посмотреть. Вот. Последнее, что я хотела вам сегодня рассказать, как дополнительная такая информация, у нас есть, я не знаю, если вы знаете, у нас есть свой сайт для рекрутирования. Да, значит, я знаю, что те, кто уже работает онлайн, вы, конечно же, наверняка имеете свои какие-то лендинг-пиджи, да, там, где вы как бы приглашаете людей. Но для тех, у кого нет навыков, может быть, или вы еще не знаете, как это сделать, есть решение от компании. Это сайт oriflame.ru slash start, да, как вы видите на сайте. Здесь, это сайт сделан именно для рекрутирования онлайн. Как он выглядит, когда мы на него заходим? Вот так вот, да, значит, тут кто не успел записать, вот, oriflame.ru, как обычно, slash start. Вот. Вот так вот он выглядит, когда мы на него заходим на браузере. Значит, это будет видео, которое мы можем посмотреть, нажать на play, да, вот на эту кнопочку. Можно идти дальше, это три как бы страницы, если мы как бы прокрутим ниже мышкой. Сейчас это картинка, поэтому я не могу прокрутить. Здесь, на следующем слайде мы увидим информацию по продукту, там, где мы тоже можем посмотреть видео, и последняя страница это будет про бизнес. Там тоже есть видео, можно посмотреть. Вот. Самое главное, для чего мы создали этот сайт, это для рекрутирования. Значит, что мы можем сделать? Мы заходим в свои, владенемся на свой сайт, мы заходим в раздел поддержка продаж, да, у нас там есть программа онлайн партнер iFlame, да, это наш бьюти-магазин, все, наверное, про него знают, да, но помимо того, что мы можем использовать реферальные ссылки в нашем бьюти-магазине, чтобы продавать, да, и мы знаем, что нужно иметь ипы для этого, то с той же ссылкой, с тем же реферальным хвостом мы можем рекрутировать. И здесь не нужно ипы. Вы можете создать вашу ссылку, независимо, если у вас есть ипы или нет, может быть, на любом уровне, если вы хотите, да. Значит, мы заходим в раздел поддержки продаж, онлайн-партнер Арифлейм, да, начать работать. Если вы еще не активировали вашу реферальную ссылку, там будет написано, что начать работать с ссылкой, прочитать текст, там будет написано создать мою реферальную ссылку. когда вы ее создадите, у вас появится вот такой доступ, значит, у вас появится своя реферальная ссылка. Значит, хвост этой реферальной ссылкой является ваш, как сказать, идентифицирован, я вот не могу сказать это слово, значит, ваша ID, значит, ваш номер консультанта, который тоже является вашим специальным хвостом, да, значит, что мы делаем? Мы заходим на наш oriflame.ru в старт, да, вот как я вам сказала, и добавляем следующий хвост, да, значит, старт мы видим здесь, будет восклицательный знак, и вот это вот то, что у вас хвост вашей ссылкой, EBS, черточка внизу, owner, тире, и ваш номер консультанта, да. Если вы уже зашли на ваш сайт, сгенерировали ссылку, и после этого зайдете на сайт oriflame.ru slash start, ваша вот эта реферальная ссылка появится автоматически, да, потому что она уже реферальная. И что же, для чего мы это делаем, для чего нам это нужно? Потому что, когда человек заходит на этот сайт, который вы прислали, с реферальной ссылкой, как-то здесь будет ваш хвост, да, когда он нажимает зарегистрироваться, например, вот он посмотрел видео, ему понравилось, да, нажимает регистрироваться, он попадает автоматически на форму регистрации нашего, да, сайта, который будет подключен к вам. Этот человек, этот новичок автоматически попадет в вашу структуру, в вашу первый уровень. есть тоже возможность добавлять вот так, смотрите, там, где написан консультант, мы можем убрать этот номер и добавить любой другой номер, например, если вы работаете онлайн и хотите строить параллельные структуры, вот такие, морковские, или как мы их называем, вот, можно добавить любой тот номер, на который вы хотите зарекрутировать человека. Вот, так что, считаю, что вот этим нужно пользоваться. Еще раз хочу показать вам, поделиться своим экраном, чтобы вы увидели, что, как это выглядит в реальности, да. Вот, надеюсь, вы видите мой экран. Сейчас я вам открою сайт. Значит, вот так выглядит наш сайт, когда нету реферальных салфуги, да, мы видим ru.oriflame.com slash start, да, или же когда мы пишем oriflame.ru slash start, будет то же самое. Да, мы видим здесь видео, мы видим здесь про продукты, здесь тоже можно посмотреть видео и про бизнес. И когда мы закончим регистрироваться, сейчас у нас нету реферальной ссылки, соответственно, я зайти, зарегистрировать на кого-то не могу. Но, если у нас, я специально сейчас делала уже себе страницу с реферальной ссылкой, вот она, да, вот этот хвост, здесь человек будет регистрироваться уже на этого человека. Значит, если новичок нажимает регистрироваться, он попадает на регистрационную форму и автоматически попадает в структуру данного спонсора. вот, так что это было все то, что я хотела вам сегодня рассказать. Жду комментариев и вопросы. Оля, спасибо большое. Спасибо, я сейчас передаю слова. Спасибо большое за такую детальную информацию, актуальную сегодня, на самом деле, как никогда. мы уверены, что сегодня у тебя будет просто огромное количество подписчиков в Инстаграм, потому что ты нам дала на самом деле очень нужную необходимую информацию. Вот, и с сегодняшнего дня страницы наших лидеров на самом деле будут невероятно преображаться, тоже благодаря тебе. Так ведь? Да, смотри, сколько пишет спасибо, спасибо, спасибо. И хочется сказать, что запись вебинара будет сегодня выложены будут слайды на внутренние ресурсы филиалов, для того, чтобы мы смогли еще раз посмотреть эту информацию, показать своим командам, кто не смог сегодня присоединиться. И мы на самом деле должны, эта информация как никогда сегодня, именно кстати, мы должны действовать именно сейчас, потому что столько замечательных предложений. Началась квалификация в Болгарию, и именно в этом 12-м каталоге нам нужно стартануть с самой огромной командой. И обратите пожалуйста внимание на обновленные условия. У нас еще больше недели для того, чтобы выполнить каталожное рекрутирование. Обновленные условия еще содержат, что потенциальные училищики должны каждый каталог делать 150 баллов. Пожалуйста, начинайте уже мониторить и мотивировать свои команды для того, чтобы наши представители нашей территории, наших филиалов было в максимальном количестве, каждый из вас мог побывать в этом замечательном месте. Но это еще не все, что мы хотели вам сказать. У нас есть еще одна информация о том, что предложений в компании Reflame с 13-го каталога будет еще больше. Что важно знать сейчас? Надо быть в максимальном процентном уровне по итогам каталога номер 12. Напоминаю, что у вас есть на это еще больше недели. Те, кто был на уровне 0-6%, обязательно новички должны быть на уровне 9%. Кто был на уровне 15%, 18%, максимальный уровень по итогам 12-го текущего каталога. Это все, что мы можем вам сказать. Остальные подробности вы узнаете 9-го сентября, а пока закрываем новые уровни, преображаем свои страницы, преображаем и создаем личный и командный бренд. Спасибо вам большое за внимание. Мы желаем вам всего самого доброго, наилучшего, хорошего дня и до встречи. До свидания. До свидания. Редактор субтитров Редактор субтитров